Доброе утро, день. Я рада приветствовать. Я так соскучилась по оффлайну, кто бы вообще знал. Я засела в... Ну ладно, выключите. Баннерная слепота у людей работает. Вы же не замечаете баннеры на информационных сайтах с правой стороны. Это баннер, не замечаете его. Значит, меня зовут Оксана Силантьева. Я вообще работаю и исследую, и вообще все мои проекты, они на пересечении трех больших сфер. Это медиа, я изначально телевизионный журналист, это было очень-очень давно, уже неправда. Сейчас я называюсь мультимедийный продюсер. И вот как бы медийная сфера, что традиционная, что новая, что виртуальная, вот это все в будущее. Это все то, что мне интересно, то, что я исследую и в рамках которых я считаю себя экспертом. Второй большой круг – это образование. Я тут недавно раскопала свой диплом, еще в Алтайском госуниверситете, когда я училась. И он назывался, оказывается, я уже забыла, он назывался «Методики обучения тележурналистов». А, использование учебного телевидения в процессе обучения тележурналистов. То есть, оказывается, еще в те далекие времена мне было интересно совмещение медийной составляющей и образовательной. И третий круг, в котором я чувствую себя свободно – это технологии. Причем всякие-всякие разные. И вот между медиаобразованием и IT то, что мне интересно, то, что я делаю и то, где я экспериментирую. Сейчас я руковожу своей собственной лабораторией, лабораторией мультимедийного опыта Сила Медиа. Мы очень маленькая лаборатория. Мы не относимся к никакому ВУЗу, никакому научно-исследовательскому центру. Мы очень долго пробовали сотрудничать с университетами, преподавать там в качестве почасовиков-затейников, организовывать стажировки для студентов. Ну, как-то всячески помочь ВУЗам быть более современными в подготовке любых медийных и коммуникационных специальностей. Я преподавала в Вышке, я преподавала в ЭТМО, я преподавала в СПБГУ. Вчера буквально экзамен приняла, последний у них. Не, я, конечно, нежно люблю и готова греть этот космос бесконечно. Но моя индустрия очень быстро меняется. И у нас в течение года специалист должен проходить переподготовку. В этом смысле мы очень сильно перекликаемся с медиками. Там невозможно один раз получить компетенцию, получить диплом. И ты можешь даже через два года, ты можешь просто не попасть ни в технологии, ни в методики, как работают разные специальности. У нас профессии появляются раз в три года. У нас технологии, которые используются массово, и где нужны специалисты, меняются раз в два года. ВУЗ не в состоянии, никакие журфаки, никакие факультеты медиакоммуникации, при нежной моей любви к ним и включенности в эти процессы, не могут. Допобрас вроде бы мог бы закрыть эту прекрасную нишу, потому что у нас в регионах огромное количество людей начинают работать журналистами, редакторами, продюсерами, режиссерами, не имея базового образования, не имея диплома. Люди приходят с исторического факультета, с биологического, приходят вообще, в принципе, без диплома, с историков, социологов, выше крыши. Ну и как бы им же нужно профессиональное знание. Кто бы мог это дать? Дополнительно программы повышения квалификации. Где они? Ну где-то они, их нет. Потому что и все, что говорил Александр, это вот плюс сто пятьсот. Дорого, долго, не про то, не те преподаватели, лениво и вообще все вот. Ужас умноженный, да. Почему кролики, почему зайцы? Вообще, в принципе, метафора зайцев, я ее очень часто использую. Когда вы производитель морковок, и когда вы единственный производитель, единственные морковки, то у вас есть куча клиентов. И они стоят вам в очереди. И они пытаются поступить. Они берут штурмом ваш университет. И вы такие сидите, у вас 12 человек на место, конкурс, и вам, в принципе, двигаться никуда не надо. Особенно, если вам не надо деньги зарабатывать, то это вообще, в принципе, улафа полнейшая. И кролики, как клиенты, вокруг вас роятся. Но тут развиваются разные медийные технологии. И тот контент, та информация, те знания, которые вы можете распространять, они внезапно могут быть доступны и через другие медиа-носители. Вдруг появляется какая-нибудь программа учебного телевидения по телеку, появляются книжки более-менее доступные, появляется, не дай бог, интернет, где можно дистанционный курс пройти. И, собственно, ваша конкуренция, она выглядит уже совсем по-другому. Вы здесь производитель одной морковки. Знаете, вот есть, ну, может быть, у вас в семьях есть такие родственники, которые сидят на диване с лентяйкой и переключают стуканалов. Говорят, ой, стуканалов смотреть нечего вообще. А ведь эти стуканалов, блин, люди производят контент и стараются для этих кроликов. А эта ленивая ушастая скотина сидит, значит, вот это вот, ну, нечего смотреть, нечего вообще. Но это все равно не тот мир, в котором мы живем. Это не тот мир, в котором мы вынуждены зарабатывать и оценивать себестоимость. То есть я периодически буду к Молчанову обращаться, потому что там все ключевые слова были сказаны. И оценивать себестоимость производства во вашей морковке. Вот наш мир, в котором мы работаем. И в котором есть и скиллбокс, и нотология, и вообще, и репетиторы, которые преподаватели сами в одиночку готовят, потому что они устали что-то пробивать через 6 месяцев подписывания договоров с университетом. И ваша морковка где-нибудь здесь. По отношению к вашему клиенту, по отношению к вашему зайцу, за которым вы охотитесь. Что нужно сделать, какой должна быть морковка для того, чтобы зайц ее заметил. Не дай бог, чтобы он еще и заплатил за эту морковку. Или убедил своего руководителя, чтобы ему через корпоративный счет это все оплатило. По сути, это маркетинг. И мы в цифровом мире, мы в этой информационной индустрии, мы вот производители контента, производители курсов, производители каких-то образовательных продуктов. Для чего нам нужно знать, как зайцы устроены? Причем здесь заголовок моего выступления про свободу выбора. Наша традиционная школа и наш традиционный университет устроен так, что каждому новому ученику, каждому новому студенту мы как преподаватели относимся как к чистой доске. Вот ко мне пришли 18-летние первокуры. И я по идее, вот в традиционной модели, я понимаю, что они ничего не знают ни про журналистику, ни про медиа, ни про режиссуру, ничего. Я их с нуля по одной единой программе должна учить. Ну как должна? Ну так исторически сложилось. Я, конечно, учу не так, но обычно это как происходит. Как происходит, когда непрофильные медийные, немедийные преподаватели приходят в журналистскую группу к студентам? Например, есть у нас такой предмет в учебном плане биоэтика. Или есть такой предмет, как основы современного научного знания. Что-то такое. Социология приходит в журналистскую группу. Они открывают введение в базовый учебник и зачитывают то, что написано в этой книжке. Никакой привязки к жизни медиа, никакой привязки к этой конкретной группе, никакой индивидуализации, естественно, не происходит. Зачем? Кто? Магия. Супер. Технологии периодически нас подводят, но не всегда. Так вот, я понимаю, почему я говорю про свободу выбора и про обучение взрослых. Я начинаю работать приблизительно где-то с 13-14 лет с ребятами и до 78+. Мой заяц никогда не приходит ко мне с чистой головой. У него всегда есть. Либо он блог вел, либо у него Инстаграм есть, либо он ненавидит все эти социальные сети, либо он там публиковался в газете в 64-м году и считает себя золотой, золотым пером Малтая. Зачем я спалилась? Ладно. Так вот, мне на входе важно знать про каждого зайца, который ко мне приходит, что у него есть в опыте, что он знает, насколько он готов вовлекаться и, собственно, что я с ним могу делать. Я очень давно искала какую-нибудь схему коммуникативного акта. Есть там Лассуэлл 47-го года, есть развитие различных этих теорий медиа, как происходит передача мыслей из головы в голову. И везде находила тупые картинки, блин, квадратик такой, кружочек такой, скучно, уныло и отвратительно. Пришлось рисовать зайцев. Значит, что такое коммуникативный акт? Как переходит мысль из головы в голову? Я думаю мысль, насколько я могу ее сформулировать, насколько у меня развито мышление, я ее превращаю в сообщение. Я ее, это сообщение, этот смысл упаковываю в некий формат. Дальше я выбираю некий канал доставки этой информации. Это может быть в оффлайне, в синхроне, через медиаформат, через асинхронную связь. Дальше это входит в зайца. Насколько он готов это воспринять и интерпретировать то, что он все это разобрал на запчасти, мысль совсем уже не равна тому, что я думала. И дальше он дает мне обратную связь. И дальше начинается это все по кругу. И вот, собственно, наш весь цикл общения. И это цикл и обучение тоже. Потому что у нас есть преподаватель, который что-то хочет прекрасное вложить в зайцев. Есть зайцы, которые очень разные по своей мотивации, по своему настрою. И вообще зачем они пришли в аудиторию и что они от меня хотят получить. А когда зайцев много, они совершенно разные. А когда мы набираем новую группу зайцев, они вообще совершенно разные. Сейчас сфотографируем. Я отдам презентацию, можно будет оттуда по полям зайцев. Это моя группа. Я вот с ней работаю. Это одна из моих групп. У них, у каждого... Ну, у меня пятисотка была в пике. У меня практические курсы. Моя задача, чтобы каждый из них прирастил медийные навыки. Они должны научиться ремеслу, они должны расширить кругозор, они должны понять, как устроена медиасреда, чтобы в ней эффективно работать. Практическое образование. Максимально практикоориентированное. Что я с этим могу делать? Как я могу следить за каждым из них? Как я могу отслеживать их динамику? Только CRM. Sorry. Ну, то есть, вы не можете помнить этих людей, вы не можете даже по ведомостям вспоминать, а уж тем более помнить их прогресс на каждом этапе. У меня вот это Вышкинская история. Мы делали творческие четверги, когда один день ребята не ходили ни на какие лекции, у них в расписании был только творческий четверг, они занимались только практикой со мной. Я их выпускала в город, они приносили репортажи, они монтировали, они брали интервью, они снимали, делали фотоколажи и так далее. Они занимались практикой. Как я могу отследить без цифрового отслеживания того, что они делают в этой динамике, насколько каждый из них, где прирост, по какому показателю, по какой характеристике. Потому что даже если в Вышке оценки от 1 до 10, все равно это 8, ни о чем не говорит. А когда у меня сградуирована логика изложения, структурирование информации, готовность работать с героем, ну, то есть наши внутренние критерии, я по каждому из критериев могу их отслеживать по каждому из заданий. Ну и, собственно, и обратную связь они мне дают, как Бог на душу положит, что взрослые, что дети одинаково. Кто-то умеет формулировать, кто-то не умеет, кто-то готов спрашивать, кто-то не готов спрашивать. По-разному этот процесс устроен. Мысль заключается вот здесь в том, что если мы признаем за зайцами, за нашими студентами, право быть самостоятельными, взрослыми людьми, то это не я должна им диктовать, по какой программе и в каком порядке изучать материал. А, сейчас, секунду. Я потом верну, там есть что посмотреть. Для меня вот важно на входе продиагностировать каждого студента вот по этим показателям. Потому что мне бесполезно учить, не знаю, монтажу, базовому монтажу тех, кто уже ведет YouTube-канал последние три года. Они сами могут этим делиться, они сами могут быть наставниками, и мне нет задачи им отдавать это в базовом нулевом варианте. Значит, массовое элитарное образование. Массовое, и вот здесь вот, Дмитрию большое спасибо за пример, когда можно на 5 тысячах, на 12 тысячах запрограммировать, продумать таким образом методику, что можно отслеживать не просто прослушал курс, а показать свой прогресс в освоении материала. То есть совершенно не обязательно массовое образование должно быть вещательным. Совершенно не обязательно говорящая голова должна стоять около доски и записывать копию лекции того, что человек делает в аудитории. Элитарное образование, да, можно сделать малые группы, можно сделать круги наставников, можно делать различные гиммификации, и там есть масса всяких разных интерактивных методик, каким образом их вовлекать. Для каких-то задач людям нужно быть в большой группе, для каких-то задач им нужно просто послушать лекцию, для каких-то задач им нужно поработать в рамках малых групп. То же самое, онлайн-офлайн, микс, гибридное обучение. Не всегда не универсальное, только онлайн, не всегда универсальное, только оффлайн, не всегда гибрид, лучший вариант для решения всех задач. Для каждой персональной, образовательной задачи нам нужно, чтобы люди подбирали инструменты, среду, которая будет для них вклад. Ну и вот, собственно, например, берем трех зайцев. У них разная степень опыта, разная степень вовлечения, разные доминанты, практики они или исследователи. Если я к ним приду с единым курсом, который один раз разработан, и я дальше на них, на всех, да, конечно, вот с этим товарищем мы совпадем. Он будет счастлив и говорит, это был лучший курс в моей жизни. А вот эти, блин, да, фигня какая-то была вообще неинтересная. Ой, я это все знал. Ох уж эти эксперты ничего нового сказать не могут. И мы получаем эту обратную связь. Почему? Потому что наш курс не гибко, не подстраивается под разных учеников, под разные аудитории. И моя задача как методиста, моя задача как преподавателя сделать мой курс достаточно гибким, чтобы он мог отвлекаться и мог реагировать на разную степень опыта, на разные готовности, на разные доминанты у моих зайчиков. Тестирование на входе. Презентацию у вас будет. Сможете побаловаться самостоятельно, пройти. Это большой-большой тест самодиагностики, где люди могут проверить именно свои медийные навыки и умение работать с информацией. У меня это все собирается в общую базу. Я могу посмотреть, как человек сам себя оценивает. Я на входе всегда говорю, самодиагностика и самодиагностика. Это средств того, как вы представляете, владеете этим навыком или нет. Но если вы отмечаете галочкой, что вы это умеете, будьте готовы, что я вам дам сейчас задачку, чтобы проверить, действительно вы это умеете или нет. То есть это все на уровне навыков и на уровне ремесла. И, собственно, дальше, какими инструментами я вот эту гибкость, и как я с ними взаимодействую, как я эту гибкость обеспечиваю. К каждому направлению, это не курс, это не программа, к каждому направлению у меня есть вот такие вот карты, которые я отдаю в начале курса и говорю, возьмите два маркера, два цвета маркера. Одним маркером отметьте то, что вы чувствуете, что вы знаете, и это будет ваш базовый профиль, на который я буду ориентироваться и просить вашей помощи, просить вас выступить наставником, раз вы чувствуете себя достаточно компетентными в этой среде. Возьмите другой цвет маркера и отметьте то, что для вас сейчас приоритетно, вы понимаете, что вот это сейчас для вас важно. Почему это взрослый подход? Потому что я не прихожу к нему и говорю, сегодня у нас будет лекция на тему такую-то. Я говорю, ребят, мы сейчас всех просканируем, соберем вас в группы, проговорим с каждым то, где, насколько готов включаться в общий процесс, и это не я вас учу, это не я вам говорящей головой работаю, это у нас совместное путешествие. Я что-то знаю больше, вы знаете что-то больше, давайте как попутчики договариваться, какую еще поляну мы с вами исследуем, какие еще туманы мы развеем на этой карте, на карте профессионального неизведанного. Другой курс, мультимедийный педагог, это для педагогов и преподавателей, которые вот хотят трансформировать свое обучение, свои программы, свои курсы. Здесь у меня прям сильно повезло, у меня на этом курсе учились от генетиков до медиков и у этих преподавателей рисования, что у меня там только не было. И здесь та же самая история. Взрослый человек смотрит на эту карту и говорит, ой, а я про это все знаю, мне это не надо, и мы можем снизить количество, объем информации, который отдаем конкретному человеку по этому модулю. При этом есть модуль, который человек исследует самостоятельно, и есть групповые синхронные занятия, когда нам нужна коммуникация либо работа над каким-то проектом. Еще одна карта медийных компетенций, это 316 навыков, которыми может владеть медийный специалист. Когда вы показываете человеку или преподавателю, или преподавателю журфака, или редактору какого-нибудь большого информационного агентства, вы показываете это и говорите, какой тебе специалист, который все-все-все вот это умеет на лучшем уровне в 18 лет и за 15 тысяч рублей, появляется конкретный разговор. Пожалуйста, возьми маркер, отметь вакансия, которую ты открываешь и за которую ты хочешь давать там ту или иную ставку. Она включает какие навыки, каких специалистов по каким кластерам нам нужно тебе подготовить. И мы вот эту вот карту используем для работы с вузами. То есть вот каждый конкретный курс, на какой навык он нацелен, чтобы это было конкретно и максимально точно. Карта эта создавалась под коньяк. Я пила коньяк с кучей редакторов, продюсеров, издателей и говорила, вот ты когда нанимаешь человека, что ты хочешь, чтобы он умел? Это не вот эти вот карты компетенции, которые есть в Абгоссе. Там слова, они очень общие, очень водянистые написаны. А это вот просто конкретный чувак нанимает на работу. И второй вопрос, под второй стаканчик. Когда ты увольняешь человека, ты его увольняешь, когда он не умел, я вам скажу, это совершенно разные списки. Дальше мы вот это вот все собрали в большую кучу, разрезали на запчасти, привели, унифицировали, собрали в кластеры, появилась вот эта карта. И каждый мой тренинг, каждый мой модуль, самый маленький, я могу привязать конкретному навыку, что мы конкретно будем с вами в группе либо индивидуально разрабатывать. И можно, получится кликнуть на ссылку, нет? Магическим образом, нет? О, есть, супер. Так. Разрешить. Не получится, да? Ладно, тогда, тогда, тогда. Это скриншот с небольшой странички, там вот здесь вот 9 навыков, а там в платформе сейчас, по-моему, под 50. Значит, когда вы регистрируетесь на этой платформе, где я учу, вы выбираете, какой навык вы хотите отрабатывать. Когда вы заходите в этот навык, вам открывается задание. Вы не выбираете лекцию, которую послушать, а потом закрепить то, что вы умеете в каких-то упражнениях. Вы выбираете, что вы хотите отрабатывать, и вам дается задание максимально близкое к реальной практике в профессии. Вы берете задание, вы рискуете, там, своя структура баллов, своя структура покупки этих заданий. И когда вы выбрали задание, во-первых, включается таймер, потому что в медиасфере все построено на дедлайнах, и вы не можете выпустить телевизионный эфир в 8.01, потому что он будет в 8.00, вне зависимости от того, успели вы смонтировать сюжет или нет. Включается таймер, и открывается теоретический модуль, который помогает вам это задание выполнить. Тогда вся теория, которая подготовлена в асинхроне, она помогает вам решить конкретную задачу. Она становится востребованной, и человек включается в этот контент. То есть свобода выбора заключается в том, что, во-первых, человек выбирает то, что он хочет отрабатывать, он принимает на себя ответственность, он для себя формулирует, что он хочет изучать. Затем он выбирает задания, их несколько разные по сложности, он принимает на себя ответственность, я готов взять эту задачу, я готов ее решить. И затем уже мой образовательный, мой педагогический и преподавательская работа подготовить им контент интерактивный, он там в виде мультимедийных лонг-ридов на тильде сверстанных, он там и видео. Оксана, чуть-чуть компактнее. Все, я уже заканчиваю. В виде видео, в виде текстов, в виде интерактивных карт, в виде инфографики рассказывает, собственно, тот маленький образовательный модуль, который нужен человеку для того, чтобы освоить тот или иной навык. Набирая, выполняя задания, вы этот навык изучаете. И таким образом я сокращаю время на бессмысленном прослушивании того, что сейчас неактуально, на бессмысленном просиживании занятий, которые никаким образом не соотносятся с теми задачами, которые у человека сейчас есть. Это про обучение взрослых, это не начальная школа, хотя я училась в начальной школе, построенной по вот этим же самым принципам, я там жертва педагогического эксперимента. И что для меня важно, что доходимость выполнения этих заданий и развитие soft skills проходит не в формате лекций, и проверять я это могу не в формате 64 вопросов к зачету, а на реальных, выполненных людьми задачах. Soft skills развиваются не от того, что мы рассказываем о том, какие классные soft skills, а от того, что вы получаете задачи на коммуникацию, на тайм-менеджмент, на самоорганизацию, на гибкость и креативность принятия решений. Вот, собственно, к чему весь пафос, к тому, что взрослых людей, мне кажется, стоит учить, учитывая их существующий опыт, учитывая их желания и строить такие системы, которые бы максимально гибко подстраивались под их конкретную ситуацию. Изменятся их мотивации, изменятся их желания, изменятся их потребности, они возьмут другую часть этой карты и будут ее также изучать, не теряя время на выслушивание каких-то общих лекций. Все. Оксана, зачитываю из YouTube. Спасибо, Оксана, просто супер, каждое слово и фраза полезность. Ну, я, да, присоединяюсь, спасибо. При слове CRM у меня немножко заболела печень исклеванная внедренцами нашими CRM, но я еще подойду и мы по этому поводу побеседуем, потому что это очень... CRM это история про тонкую настройку. Вы говорите людям, что вы хотите в системе CRM, они вам это настраивают. То есть это не коробочная штука, которую открыли, она сразу заработала. Это понятно, но тем не менее это было понятно до этого, но через печень это гораздо более понятно. Да. Да, я хотел бы отметить, что вот со Светланой у нас вот полное взаимопонимание, мы медиа занимаемся оба, наверное, несколько десятков, ну, пару десятков лет как минимум. Ну, ладно, я уже 30, и вы-то тоже... Ну, хорошо, не будем, я решил, что это не очень хорошо так говорить. Вот. Ну, я не буду задавать вопросы, лучше вы задайте вопросы, потому что наш диалог может надолго затянуться. У нас еще будет время, да. Сейчас, потом вот туда, на первое. Сан, спасибо большое. У меня возник такой вопрос. Как вы администрируете вот эти все обратные связи, многочисленные? Я видел на фотографии группы, там человек 30 сидит, каждый чего-то ответил, каждому надо адаптировать. 100. Как вы этим управляете? это 100. Как управляете? В платформу зашито, есть чат-боты, есть боты по группам, когда они по времени, есть эмотические группы, то есть они мигрируют между вот этими коммуникационными группами. Что это за платформа тогда такая? Телеграмм, не поверите. Вот Сила Трек это моя написанная, то есть это с нуля моя собственная разработка, а пока для коммуникации пользую Телеграмм, потому что денег на разработку собственного внутреннего мессенджера пока нет, но я думаю, мы к этому идем, чтобы она была зацикленная, потому что я вот здесь вот хочу что построить, чтобы люди, они же зарабатывают баллы, выполняют эти задания, чтобы они эти баллы могли как внутреннюю валюту конвертировать, например, во встречи, вебинары с какими-нибудь яркими спецами, которых мы приглашаем, или в книжки, или в какие-то пособия, ну то есть чтобы люди своим... Такую экосистему строят. Да, 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 то есть вот это вот все уже запрограммлено, оно работает, а вот внутренняя валюта это следующая итерация, которую будем делать. Очень интересно, спасибо. Пока несут микрофон, я хотел отметить, что как-то у Оксаны я был экспертом и подивился умности системы, которая позволяет делать экспертизу, выставлять баллы. Мне эта система очень понравилась. Да, это как раз... Конкурс был, по-моему. На самом деле Силатрек, он построен на кубке, в котором вы участвовали. Мы сначала думали, что лучше это делать через соревнования. Мы провели четыре года подряд кубок мультимедийного вызова по вот этому принципу. И потом поняли, что она устойчивая и можно делать ее 24 на 7. Так, прошу. Здравствуйте. Не забудьте называться. Да, Кристина Великоцкая, я преподаватель по английскому. Спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. Сейчас многие преподаватели уже имеют какие-то мультимедийные компетенции. Кто-то к этому идет, а кто-то, ну, остался в прошлом веке, да, и не интересуется этим. При этом преподаватели, которые не имеют компетенции, например, умеют хорошо себя продавать, а те, кто компетенции имеет, продавать себя не умеет. Как вы думаете, через какое-то время все-таки за счет того, что преподаватели имеют мультимедийные компетенции, ученики их потенциальные сами заметят или все-таки без маркетинга здесь не обойдется? Здесь три больших вопроса внутри. Во-первых, я не вижу прямой связи между умением продавать и владением мультимедийными навыками. То есть эти все, они где-то пересекаются, где-то они отличные. Есть люди, которые ничем не владеют, продавать себя не умеют. Есть люди, которые и владеют, и продают. И между ними есть те, которые и владеют, и не продают. То есть здесь очень сильно это все персонализировано. Я бы сказала, что есть кривая освоения инноваций, которая относится к любой инновации, к любому изменению. Есть люди, которые 2-3-4 процента, которые прям такие инноваторы, которые «Клевая штука, давайте мы срочно делаем VR, прямо вот завтра делаем VR с английским языком». Дальше есть люди, которые процентов 13-14, которые смотрят на вот этих сумасшедших гиков и говорят «Ммм, какая интересная штучка, давайте мы ее трансформируем вот в эту вот штуку, она будет новенькая». Дальше есть раннее большинство, дальше есть позднее большинство и к тому моменту, когда у гиков включаются VR-очки, встроенные в радужку глаза, вот там вот думают «Действительно мне нужно в Одноклассниках заводить аккаунт или еще подождать?». То есть никогда не бывает так, чтобы технологическое и форматное просвещение было ровное на всей аудитории. Мой первый тренинг про мультимедийную журналистику случился в 1998 году. Это уже тренинг. Это к тому времени я уже опытно наработала, чтобы было чего тренировать. Я сейчас до сих пор приезжаю в регионы и они говорят «Ммм, а нам действительно надо сайт заводить?». Ну то есть вот как и не было этих блин лет. Но есть люди, которые, значит, продвинутые, а есть те, которые не сильно продвинутые. И дальше вы для себя выбираете, на каком рынке вы работаете. Вы работаете с детьми, которые цифровые и для которых вы делаете мобильное приложение специально под ваш курс, что можно делать ручками. Не обязательно там даже заказывать разработку. Либо вы понимаете, что вы лучше работаете с аналоговыми детьми. Их тоже много. Для них включить кнопочку в Zoom, а для родителей сфотографировать и в WhatsApp прислать бумажечку, на которой они что-нибудь написали, это величайшее достижение прогресса технического. Есть люди, которые нормально с этим работают, умеют с этим... Нам надо разных преподавателей. Нам нужны разные системы, разные курсы, которые бы подстраивались в том числе и под вот эту вот продвинутость. А есть люди, которые сейчас радостно продают советскую методику преподавания языка. И они имеют свой сбор. А есть Skyeng, который продает вот это предугадывание методики. И они тоже имеют свои деньги. Каждый из них говорит, норм, я рынок свой окучиваю. Поэтому это вот эта история про педагогическое и маркетинговое самоопределение. Вы на какой поля не работаете, вы никогда не закроете всех миллиарды, которым нужно знать язык. Со Skyeng у меня, например, проблема. У меня британская магистратура, у меня advanced. Но он сыпется, если я много не разговариваю и много не пишу. Я не могу прийти в Skyeng, потому что там нет вот этого вот уровня и уровня настройки, да, персональных у меня. Я буду искать в другом месте. Но начинающих я совершенно спокойно могу туда отправить. Они быстро по этой методике проходят.